Добро пожаловать на канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают вам экономить время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь рецептом гречаников с фаршем. Гречаники это национальное блюдо украинской кухни. По этому рецепту гречаники получаются сочными, мягкими и ароматными. Первым делом перебираю гречневую крупу, чтобы очистить ее от шелухи и неочищенных зерен. Для этого понадобится лист белой бумаги, куда необходимо рассыпать небольшие порции крупы. На белом фоне хорошо будут видны неочищенные зерна, шелуха, грязь и прочие частицы. Крупа готова к варке. Лучше всего готовить кашу в казане или толстостенной кастрюле. В результате такая каша равномерно проварится и будет рассыпчатой. Идеальная пропорция крупы и воды для приготовления гречневой каши 1 к 2. Гречневая крупа на 60% состоит из крахмала, поэтому заливать рекомендуют гречку кипятком. Дело в том, что если залить холодной водой, то во время нагревания крахмал будет выделяться из зерен и оседать на дно, отчего каша может подгореть. А если залить крупу кипятком, вода будет обваривать верхнюю часть зерна и запечатывать крахмал внутри, в результате чего зерно будет увеличиваться и не развариваться. На 2 стакана крупы я беру 1 чайную ложку соли. Соль добавляю в кипящую воду, а потом высыпаю крупу. Варю кашу для кричайников под закрытой крышкой примерно 15 минут. Сливочное масло в кашу можно не добавлять. Остывшую гречневую кашу измельчаю в блендере. Можно также пропустить ее сквозь мелкую решетку на мясорубке или воспользоваться толкушкой для пюре. Лук крупно нарезаю. Сначала пополам, а потом каждую половину разделяю на 2-3 части. На раскаленном масле обжариваю лук до золотистого цвета. Для приготовления фарша для гречайников можно взять свиную лопатку. Это недорогой вкусный кусочек мяса и не слишком жирный. Кусочки мяса пропускаю через мясорубку или беру уже покупной готовый фарш. Обжаренный лук снимаю с огня и пропускаю через мелкую решетку на мясорубке. Добавляю одно яйцо. На этом этапе нужно посолить и поперчить по вкусу. С солью не переборщите, ведь гречку мы уже солили. Вымешиваю фарш руками. Добавляю измельченную гречневую массу к фаршу. Хорошо перемешиваю, несколько раз отбиваю его, подбирая фарш руками и силой бросаю в миску или на разделочную доску. Руками формирую небольшие круглые котлеты, примерно 5 см в диаметре. Кладу их на тарелку или разделочную доску и широким ножом слегка нажимаю на них, формирую беточки одинаковой толщины. Каждый гречаник с фаршем обваливаю в муке. Излишки муки нужно стряхнуть. В отдельной миске вилочкой взбиваю 2 яйца и опускаю в полученную массу котлетки. Жарю на растительной сковороде с растительным маслом. Огонь должен быть минимальным. Когда гречаники подрумянятся с одной стороны, переворачиваю их на вторую и обжариваю до румяной корочки. Подаю гречаники с фаршем со сметаной. В качестве гарнира рекомендую картофельное пюре или макароны. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok